Внимание! Внимание! К празднику Великой Победы! Все игры на водки.ру Со скидкой 20% Всего за 119 рублей Весь май получает до 100 тысяч золота И премиум танк Спеши! Ссылка в описании Всем привет, ребятки! С вами Джофф И сегодня мы с Ликвидатором Одним из самых лучших игроков World of Tanks Расскажем вам, как в каждом Ну или почти в каждом бою Набивать по 10 тысяч урона И расскажем, мы покажем вам это на примере Боя Саши, который он сыграл на Тепсистем Хэви На карте Заполярье, он ли 10 уровни Ну и собственно говоря Саня, тебе привет И первые пару таких вот самых простых И наверное банальных вопросов Пока ты вот разъезжаешь, пока ты едешь в ущелье Например скажи, почему ты на барабанном танке 10 уровня, таком как Хэвик Или может быть 50Б или какой-то другой Ну, Кронвагон это вряд ли Ты едешь на Заполярье, он ли 10 именно в ущелье Ты посмотрел на сетап, кто куда поехал Или возможно это твоя такая постоянная тактика Так, ну во-первых, привет Костя, привет зрители Да, изначально, то есть я Ну вообще всегда еду в ущелье Абсолютно на любом танке, кроме ЛТ Вот, потому что, как правило, весь урон набивается именно в ущелье Там, где, то есть это логика такая, что типа там тяжелые танки Там больше всего КП и так далее Ну да, 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 именно поэтому А если, допустим, бы все, извините, перебью А если бы, допустим, бы все союзники поехали в ущелье И вот, например, А, Б линия были бы пустые абсолютно Ну, все равно, все равно То есть тебе легче набить какой-то хороший урон в ущелье И потом вернуться и отдефить Чем просто ехать на какой-то полупустой фланг Я уже привык играть через ущелье И для меня это самый удобный вариант Слушай, мы вот с тобой до записи этого видео разговаривали И ты мне сказал, что после патча 1.0 Набивать по 10 тысяч урона С таким самым жестким статистом World of Tanks Стало намного сложнее, чем это было раньше Объясни почему Да, это правда Ну, во-первых, перекопали абсолютно все карты Все карты Изменили рельеф почти везде И теперь нужно заново привыкать к картам Ну, кто-то быстро привык, кто-то вообще вовсе не привык К нам, как мы там до сих пор Вот То есть ты можешь сказать, что это просто дело привычки Или, допустим, карты стали хуже Да, мне кажется, через некоторое время Вот пройдет некоторое время И все равно станет намного полегче играть И набивать урон Но все равно Что ты в целом То, что стало сложнее играть на картах Вот это факт Это факт Я сам по себе Но сложнее это значит хуже Или сложнее это просто значит иначе? Вот тут бага Ну, я не знаю даже Просто вот сложнее урон набивать и все Это вот связано с картами Потому что реально перекопали Много подсадок имбовых убрали Ааа, ну это да Это да Вот Слушай, еще один вопрос Который, наверное, возникнет у многих зрителей Вот ты один из лучших игроков И вообще в целом Один из лучших рандомщиков Ты всегда играешь на фулл голде И как ты думаешь Насколько бы сильно Насколько может быть сильно Изменятся твои результаты Когда в будущем Картошка А это уже известно Она решит перебалансировать голду Конечно Галда решает жестко Потому что Все-таки Она увеличивает шанс пробития Но Но Заметь Ты Ну Если ты зарядил голду Взял танк на автоприцел Ты его провивать не будешь То есть Все равно Выцеливать тебе придется в любом случае Ну да В любом случае Поэтому я считаю То, что голда Не настолько имба Как фугасы Фугасы намного жаще Ты считаешь, что фугасы Больше зло Да, я считаю Фугасы это больше зло Потому что на фугасе Ты можешь себе позволить Взять танк на автоприцел И кинуть ему С уроном А на голде Ты так вас я не можешь позволить То есть Тот же маус Тебе все равно придется выцелять его Ну да И если тебе попадется Грамотный маус И который будет Доворачивать Ставить ром Ты Будешь провивать Через раз на голде Слушай Что ты можешь сказать По поводу этого боя В принципе Сейчас ты более-менее Классически действуешь То есть Вы продавили низ Ты убил четверку Правда Часть четверка И вот как я заметил Еще до того Как смотрел Ну до записи видео Смотрел реплей У тебя было пару фейлов Что-то она тебе пару раз Через катки кинула Да было Ну бывает Бывает Не везет Вот Вообще изначально Как я говорил Я смотрел сетап Смотрю всегда сетап В начале боя И Я видел то Что против меня Много тяжей попалось И я сразу понял То что бой будет Довольно-таки настрельным Вот Ну и как-то И смотри Вот сейчас Вот в этот момент На Заполярье Сливается верхний фланг Ты все еще Остаешься здесь Хотя здесь немало Количества союзников Я может быть Вот в этой ситуации Добил бы Мауса И наверное бы Уехал наверх Почему ты решил Тут остаться Смотри Я в бою контролировал Плюс-минус Ну и смотри У нас на базе Четыре танка У них пропушила Сколько там танков Ну тоже танка Четыре или пять Что-то в таком духе Вот Ну я рассчитывал На своих тиммейтов В принципе Вроде они стоят Там неплохо Позиции неплохие Смотри Заметь Батчат Наш Батчат Занял позицион Да Да Вкустав А0 Вот да В принципе В рельефе Там неплохо стоит Кстати Я вот сейчас Обратил внимание На твою тактику Я на самом деле Думал что в новом патче Вот эта тактика Проезда Ну там По берегу По льду Как там В зависимости От того Как там раньше Делали Вот Она не работает Но оказывается Она работает Да То есть Можно все так же Проехать Моя задача была Сейчас Просто пропушивать Этот фланг По воде проезжать Не теряя времени То есть Ты надеялся Просто его обезопасить Оставить его Как говорится Убитым И если что Вернуться наверх Да Да Если что Вернуться Да Ну Именно так Ну тут еще На самом деле Надо обратить На ничто Тебе повезло Что артиллерии Не было Вот если была бы Арта Как бы ты действовал Насколько Агрессивно Если была бы арта Я бы так же Поджимался В изначальную точку Откуда я настреливал Откуда я убивал Ис-4 Вот играл бы Ну конечно же Она покусила Это 100% Ну ты бы получал урон У тебя бы сейчас Было не 900 хп А может быть 500 Согласись Ну да Вот тут выезжаешь На гриля Ну и в принципе За счет того Что башни у него нет Он Сосирует Саш Скажи еще На каких танках Вот современный World of Tanks 2018 года Апрель Месяц апрель Легче всего Сделать 10к Ну кроме допустим Барабанщиков Такого как Таких как Хэвик Вот по твоему Личному опыту В этом плане Ну смотри Могу выделить Несколько танков То есть это 268 Безусловно 264 Да 268 Дорп 4 Да правильно Объект 430У Это СТшка Новая Советская Вот И Пару тяжей Могу выделить Это ВЗ-111 5А И Суперконь Слушай А что с такими Старыми Имбами Ну может быть устаревшими За счет того Что вот Иногда непонятно Куда их пробивать То есть То ли в НЛД То ли в ЛД Очень у них Серьезные углы наклона Ну вот Кумулитем Стоит стрелять В НЛД Ну не через решетку Понятное дело Нет Через решетку нельзя Да Абсолютно верно Вот сейчас Смотри Сейчас уже концовка боя Вроде бы пока что 4 на 5 Что ты сейчас Пытаешься делать Объясни нашим зрителям Тут концовка боя Я вижу то что Плюс минус у нас Ущелье там Танки стоят В дефе Ну как Если бы у них Противники встали В захват Мы бы уже Проиграли давно Потому что С этого респа С нашего респа На базе не зина То есть Ну да Ты можешь брать базу Из инвиза У них Мне повезло Точнее С противниками Они поехали добивать В общем то Они не стали брать базу Они решили добить Ну тут еще надо В принципе Я тут видел то что У меня 8000 урона Я уже понимал То что тут бой на десяточку Плюс минус Если нормально сыграю Вот Ну у тебя и хп 2-2-6 Практически Практически 2-2-8 Только на 2 единицы меньше Вот То есть Тут мы Смотри Моя задача была Доехать в сейв То есть Я вот камера вершу Смотрю где сейв И вижу камень Вот И решаю за камень заехать То есть Самый ближайший сейв Это камень Я решил Остаться за камнем Вот Ну в принципе Да Хотел в низину заехать Но потом вижу 140 И даю мне вертуху Попадаю Везет И самое интересное Начинается в этом моменте Ну Рассказывай 1-1 Против 4 В принципе Моя задача Просто убить Танки Которые едут И все По одному Убиваю 140 Даю тычку И Су-7 И остается И 7 шотных И Т-100 Тоже варди КП 600 Моя задача Моя задача Сейчас просто Не подпустить Т-100 Пока я на КД Вот я мальсирую Верчу башней Туда-сюда Чтобы ему было Сложнее пробить Вот В принципе Все Вот я уже почти Зарядился То есть У меня 4 снаряда По идее Я убиваю Т-100 И 7 Ну То есть Базу сбить Я уже не успеваю Моя задача Сейчас нанести урон Вот и все Сейчас я пробую Эту задачу выполнять Вот И 7 подставляется Даю в НЛД Беру на автоприцел Т-100 Ага Не попадаю В рассинхрон Он КДшится У меня есть время И все Я ему даю последнее В принципе На этом все И ТВП К сожалению Решил взять базу Кстати Да Не понятно У него Я так подозреваю У него наверное Было совсем мало ХП Потому что Если бы он был фуловый Просто у меня Вот ХВМ не показывает Потому что Он не попадал в круг Подсвета Вот Точнее Круг засвета Вот Не понятно Сколько его ХП Но скорее всего Он ваншотный Поэтому они решили Сыграть Типа А Кстати 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 Небольшая такая Ремарочка У тебя один снаряд Запасной остался Да Один снаряд Да Я бы в любом случае Не дотаскивал В любом случае Ну Кроме Кроме случая Если бы он приехал Ваншотным реально Вот почему он там остался Скорее всего У него просто Не было ХП Сань Если подводить итоги Как ты считаешь Что ты в этом бою Сделал правильно А что нет Где ошибся То есть я имею ввиду Не микромоменты А скорее вот именно Тактические Или стратегические Ну в принципе Бой сам по себе Такой лайтовый Получился Легенький Ничего супер Тачунского Тут в принципе Не было Ну кроме концовки Если считать Там где-то Парочку Ну по ошибкам Что В принципе По ошибкам Микромоменты были По стрельбе Вот В начале боя Тот же ИС-4 Тот же Маус Вот В принципе Мауса я должен был Прорывать несколько раз Но там немного Не было Как ты думаешь Если бы тебя Вот к этой концовке Когда ты остался один Было бы там Хотя бы Не знаю Там 700-800 хп То есть побольше Ты бы смог на агрессии Попытаться Не просто стоять Возле камня А вернуться Ну и сбить захват Слушай Я вот не знаю Если честно Это нужно Вот Как бы В бою Об этом думать Тут уже не знаю Ну это типа История про бороться ТВП стояла На захвате Да Там непонятно Да То есть успевал Я не успевал Ну как бы просто Задача была Нанести урон Именно в этом бою То есть победить Не было задачи Слушай В концовке Именно в концовке Угу Угу Даже при том Что если бы у меня Было больше хп Я думаю Я бы не стал Ехать на захват Сбивать У меня не было бы Шансов доехать Просто Ну динамика не та Уховика Да Динамика не та Плюс у меня встречали Танки И в этом-то И вся проблема была Слушай Если говорить про Какие-то общие советы По набитию рекордного Дамага Что бы ты мог посоветовать Нашим зрителям На что смотреть На что обращать внимание Может быть ты отметил Какие-нибудь Отдельные карты Которые подходят Именно Я могу Отметить Некоторые моменты Самое главное Занимать Более выгодные позиции Чем Чтобы у тебя было Преимущество Занимать позиции Чтобы у тебя было Преимущество Вот Чтобы допустим Ты там стоял От башни Если у тебя Преимущество У твоего танка Бронированная башня То ты должен Занимать обязательно Позицию Которую ты можешь Реализовать Свой танк Также нужно Обращать внимание На сетап Как ты в начале Более сказал Да, сетап Нужно смотреть сетап Нужно предугадывать Разъезды Разъезды предугадывать Плюс-минус Конечно Всегда точно Предугадать невозможно Но плюс-минус Можно Ну и я так понимаю Очень сильно влияет Наличие ли отсутствия арты Если арты нет То это Во-первых Больше хп Потенциального Набитого Плюс Больше Возможность Для маневра Занятия каких-то точек Которые В ином случае Артой простреливаются Верно Верно И ну третье Что я могу подметить Это побольше Стрелять голдой Если вы хотите Именно Больше Ну придется Придется в любом случае Побольше голды возить Это реально Очень важно Конечно Есть люди Которые не могут Себе позволить Ну да Если у вас Задача Нанести Как можно больше урона То придется Побольше голдишку Использовать Вот сейчас В комментах Напишут Что Саша Продался Вергеймингу И заставляет Донатить Ну сейчас Можно фармить В принципе Это не так уж сложно Вообще Кстати я согласен Сейчас экономика Не та Которая была Сейчас любой Может себе позволить Голдовые снаряды Они же за кредиты Продаются Вот поэтому В принципе Ничего такого Тут нет Не стесняйтесь Голдой стрелять Ничего в этом Такого нет Поэтому Ребятки Не стесняйтесь Стрелять голдой В этом ничего Такого нет Слова Великих Цитат Великих людей Саш Спасибо Что откомментировал Вместе со мной Этот бой Друзья Жмите лайк Если вам нравится Такой формат Сегодня мы с Сашей В рамках одного Небольшого Достаточно короткого Боя Постараюсь вам Рассказать о том Как можно World of Tanks Набивать По 10 тысяч Ирон На что нужно смотреть На что нужно Обращать внимание Разобрали Одну Как говорится Схватку Вот Если вам нравится Такой формат Жмите лайк Подписывайтесь На канал И пишите В комментах На каких танках Вот на самом деле Можно даже Такую тему сделать Пишите в комментах На каком танке Вы хотите Чтобы Саша Может быть Попытался В какой-то момент Набить 10 и больше Тысячи урона Саша может быть Будет пытаться Если он набьет У него будет реплей Он придет снова К нам на канал И мы снова Все это откомментируем Посмотрим И вам расскажем Саша Спасибо тебе Что посетил Вот ссылочка на Саню Есть в описании Ребята Жмите лайк Подписывайтесь на канал Спасибо что пригласил Увидимся В новых видосах Пока-пока Пока мужики